Это не мой БИМ, это не мой адрес, это не мой счет. Я думал, что я парюсь? Создал систему, буквально на ней было пару документов, и получил грант в размере 5 миллионов тенге на создание опытного образца. Я еще не каждого регистрировал. Я его проверял в кабинете, ой, не в кабинете, на сайте налоговой, проверял, что действительно такой предприниматель существует, и действительно у него такое название. Всем привет! Мы сегодня собрались в нашей уютной студии, чтобы побеседовать с интересным человеком. В гостях у нас сегодня Батрулан Аймышев, сооснователь стартапа мойучет.кз. Добро пожаловать в студию, Батрулан. Спасибо. Опишите свой стартап в двух предложениях, чтобы это было понятно всем людям. Ну, мойучет.кз – это учетная система для предпринимателей, для которых по закону не нужно вести бухгалтерского учета. Это так называемые предприниматели, которые применяют специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Они раздают декларацию раз в полугодия, оплачивают налоги ежемесячно, ну и учитывают только доходы. Мы даем инструмент, инструмент, в котором можно вести учет. Человек, не зная даже бухгалтерии, начинает просто создавать документы, необходимые для него. Вот что от него требует заказчик – дай мне счет на оплату, дай мне счет-фактуру, дай мне накладной. Вот он заводит это все системе. Система знает, какие документы нужно учитывать в доходе, какие не надо учитывать в доходе. Также система отслеживает оплаты. То есть у вас, например, вот у нас часто такое возникало, мы там делали по 100 документов в месяц. Делаем, а потом кто оплатил, кто не оплатил, это же надо каждого поднимать и так далее. А у нас система просто показывает, что данный документ не оплачен. И человек сразу видит, что этот заказчик не оплатил, надо связаться. Почему не оплачивать? Сейчас такой тренд – цифровизация, диджитал Казахстан и так далее. Не было мыслей таких, что со временем государственные органы сами смогут предоставить какие-то инструменты, похожие на ваш. Мы надеемся, что государство предоставит такие инструменты, похожие на наши. Потому что сейчас ситуация немного другая совершенно. И вот эти мучительные сервисы, они реально предпринимателя загоняют в угол, когда он заходит в кабинет налогопотечника, он не открывается. А уже последний день, он сам, конечно, виноват, но кабинет должен работать. И получается, дали сервис по заполнению. Я рад вообще передать калькулятор, который у нас бесплатный, есть калькулятор для расчета 910-й формы, просто государство. Найте, пользуйтесь. Потому что как сделано в кабинете налогопотечника, это просто форма пустая, и все, заполняй. Заполняй, как ее рассчитывать, я не знаю, ты должен знать, ты же предприниматель. Хотя можно ее автоматизировать, да? У нас около каждого поля имеется вопросик. Наводите мышкой описание, что это за поле, как его считать, и ссылки на нормативные правые акты, налоговый кодекс, законы. И сразу покажем расчет, как эта цифра получилась. Что человек забивает, у нас калькуляторы, у него все цифры рассчитались, а он не понимает, а можно доверять этим цифрам или нет. Он наводит мышкой на вопросики. И все показано, как рассчиталось и почему так рассчиталось. Вот этого не хватает в государственных сервисах. А все езжающие люди, которые не сдают, условно говоря, которые не платят налоги, которые скрываются и так далее, вы не думали? Ну, тут просто такой отвлеченный вопрос. Как можно их, можно сказать, на белую сторону вывести? Например, если он будет показывать открытую информацию о заработной плате своих работников, мы показываем для него положенную ему корректировку налогов. Например, если у него есть там 10 работников, и у каждого зарплата больше двух МЗП, то он за них всех, за десятерых, получит по полтора процента. Это 15% скидки к налогам. Вот это немногие знают, и вообще многие боятся этим даже пользоваться. Наша система это автоматически показывает. Может быть, этот инструмент и поможет вывести вот этих работников с конвертами. А вообще, есть ли какие-то исследования, я не в курсе по тому, насколько вот именно предприниматели, которые работают по упрощенной схеме, они пользуются такими сервисами, или они в основном сами все это заполняют? Ну, можно привести статистику из Метрикс с нашего сайта. Мы рассчитали уже налоговую декларацию 550 тысяч раз. Это сделало 170 тысяч уникальных посетителей. То есть спрос есть. Понятно. Как вы пришли все-таки войти? Как вы начинали свой путь в этом? На кого учимся? Войти? Хороший вопрос. Сейчас действительно вспоминаю, как это было. В общем, это было в 2003 году. Я учился тогда на втором курсе университета. И у нас при университете был Центр компьютерных технологий и телекоммуникаций. И там был отдел разработки программного обеспечения. Вот туда я пришел в 2003 году, в феврале, техником-программистом. Работал на полставке, так как я был студентом. И создавал именно программное обеспечение для нужд вуза. Это были такие системы, как АИСКРГТУ, которые учитывали всех студентов, все их оценки. Потом мы даже вывели терминал такой на входе, где каждый студент мог посмотреть свои итоговые оценки и ознакомиться со всем. Получается, а над текущим проектом, над текущей системой вы уже сколько лет работаете? Ну, смотрите, я могу рассказать историю, как это вообще пришло. В 2012 году ко мне приходит двоюродный брат и говорит, давай заниматься государственными закупками. Я сказал, хорошо. Он говорит, я буду заниматься закупками, поиском лотов, поиском поставщиков. На тебе вся документация. Плюс оплата налогов, сдача декларации. Я сказал, хорошо, но на тот момент я понятия не имел, какие вообще существуют документы, что такое счет фактура, что такое накладная, акт выполненных работ. Плюс я вообще понятия не имел, как выглядит декларация, и понятия не имел, какие налоги существуют. Из технаря буквально бухгалтера. Я буквально, я и не бухгалтер, если честно, я программист. Я программист, ну, программист владеет системным мышлением. И вот тогда, прочитав налоговый кодекс, именно разделы по упрощенной декларации, плюс прочитав пару законов, это закон о социальном страховании, закон о пенсионном обеспечении, я, в принципе, определился, какие налоги нужно уплачивать, в каком размере и когда. Плюс по 910-й форме полазил на форумах, посмотрел, как люди заполняют, какие вопросы бывают, и, в принципе, все это понял. В дальнейшем брат начинает уже генерировать запросы, что он уже, я выиграл такой-то тендер, нужны документы. Какие документы? Говорит, нужна счет фактура и накладная. Мы нашли в интернете какую-то там счет фактуру, накладную, непонятно по каким формулам, оказывается, все утверждается Министерством финансов и так далее. Ну, мы скачали удачные Excel-ки какие-то, заполнили, как поняли, все отдали поставщику, ой, заказчику. Заказчик нам, естественно, вернул ее обратно, сказал, ну, здесь вы что написали, здесь вообще не тупишься, здесь тоже левый какой-то. Мы копируем счет фактуру, исправляем какие-то данные, отдаем заказчику, заказчик говорит, это не мой БИМ, это не мой адрес, это не мой счет и так далее. И все время это возникало. И так как я являюсь сам программистом, я понял, что я парюсь? Создал систему, буквально на ней было пару документов, там, где было всего два документа, это счет фактуры и накладная. Она начала хорошо работать, и в итоге даже считала декларацию, считала налоги все, я этого тоже добился, чтобы полностью автоматизироваться, чтобы полностью вот в этот ручной труд не влазить, потому что раньше налоги считал на блокноте, как-то переписывал и так далее. И потом брат говорит, слушай, у тебя хорошая система, давай я открою еще ИП на себя, и мы будем вдвоем участвовать, вдвоем-то намного интереснее, но вести учет я буду в твоей системе. Я говорю, как так, ты что, она у меня на компьютере вообще стоит, я же ее даже в интернете, у нас же сервера нет, куда ее поставить? Ну и так подался в АОНАТР, Национальное агенство по технологическому развитию, и получил грант в размере 5 миллионов тенге на создание опытного образца. Эти деньги были потрачены на создание самого опытного образца и на закуп серверов. Все, у нас имеется уже сервер, у нас имеется продукт более-менее, и мы два пользователя, я и брат, две компании. Система, она интересна не только для нас двоих, ведь таких, как мы, но их куча, кто понятия не имеет, как заполнять документы, как считать налоги. И система специально создана для тех, кто на упрощенке. Таких в Казахстане предпринимателей 930 тысяч, таких, как мы с братом. И начали после этого уже тиражировать, и так далее. Появились первые клиенты, первые, которые оплатили клиенты, пользователи. Сейчас у нас в системе 10 тысяч предпринимателей. Активных? Ну, 10 тысяч активных предпринимателей, которые зарегистрировались, проявили интерес к этой системе. Я еще не каждого регистрировал. Я бы проверял в кабинете, ой, не в кабинете, на сайте налоговой, проверял, что действительно такой предприниматель существует, и действительно у него такое название. Получается, оплата идет полумесячно, да? Есть какие-то тарифы сразу? У нас первые тарифы, они были полгода и год. Самый чаще берут, наверное, год. Годовой. Годовой, это хит продажа. Просто я сам немножко далек от этих вещей, когда нужно задавать декларацию. Человек берет годовой тариф, и вот по упрощенной декларации, сколько раз он в год должен сдавать ее? Он ее сдает два раза в год. Два раза в год, да? Он ее сдает до 15 февраля и до 15 августа. И получается, наверное, в эти дни у вас самая максимальная активность. У нас активность именно в эти дни, скажу даже больше, 14 февраля и 14 августа. Понятно. Также на сайте есть информация, что появятся скоро новые дополнительные функции. Может, приоткроете немного завесу, какие функции, и плюс, почему именно эти функции? Вы там, КАСД или ИЛИ? Да. Первые функции появятся, вот у нас сейчас идут работы на день, это онлайн-сдача отчетности. То есть сейчас кабинет налогоплательщиков, он не имеет инструментов для интеграции. Но мы сходили в Министерство финансов, поговорили с вице-министром, объяснили ситуацию всю. И сейчас они сказали, будут вести работы буквально 2-3 месяца им понадобится, чтобы создать АПИ. То есть из нашей системы уже можно будет сразу, налоговая декларация выходит готовая, и появится кнопка сдать декларацию. То есть не нужно будет загружать в кабинет налогоплательщика либо в программу СОНа. Сразу у нас вторая функция у нас сейчас тоже в разработке идет, это оплата налогов онлайн. Сейчас, чтобы оплатить налоги, есть три способа. Это через КАССу банка, через онлайн-банкинг, и вот недавно появились такие терминалы от КАССКОМа, куда набираете, что платите и деньги пекаете. Вот эти у нас основные функции, они сейчас появятся, я думаю, до конца этого года, чтобы следующий налоговый период до 15 февраля мы уже сдавали по-новому. Окей. А вообще о команде. Сколько сейчас уже человек, потому что 10 тысяч поискли, я думаю, такая большая довольно-таки цифра, которую нужно поддерживать. Скорее всего бывают запросы службы поддержки и так далее. Да. У нас тоже все говорят, у вас, наверное, штат бешеный. Нас пятеро. Пятеро? Нас просто пятеро человек, которые занимаются буквально всем, наверное. Каждый может продолжить разговор следующего. Понятно. Получается кросс-функциональная команда. Мы работаем с предпринимателями. Предприниматели это очень креативный народ. Бухгалтера в нашей системе тоже имеются. То есть мы не сервис, который конкурирует с бухгалтерами. Мы в помощь бухгалтеру идем. И они тоже очень креативные люди. Постоянно что-нибудь присылают, отвечают, происходят у нас дискуссии с ними. Но то, чтобы они там в бумагах зашивались, я такого не видел. У них все четко, всегда по полочкам разложено. после того, как вы набрали определенное количество пользователей, сейчас, наверное, стоит план по расширению и так далее. Да. Какие-то есть планы такие, методы по достижению еще более высокий план? Методы по достижению нам сообщают в Астана Хабе. Мы все этой методологией пользуемся. Ну и планы, конечно, у нас, например, план ставил на этот год 9200 предпринимателей до конца года. Мы уже сделали 10 тысяч на текущий момент. Мы сейчас сдвигаем планы, думаем удвоиться 20 тысяч до конца года. До конца года. Хорошо. А вообще, как Астана Хаб вам помогает в качестве, ну, для достижения планов, трекерами, образовательными? Конечно. Самые полезные вещи для Астана Хаба? Самые полезные вещи это трекеры плюс образование. Трекеры всегда подсказывают, что делать. Они, во-первых, контролируют, это уже хорошо. Контролируют, пинают, почему не делаешь, делай. И образование. Здесь очень полезные были для нас интенсивы, о которых мы поняли наши проблемы, что мы неправильно преподносим продукты, мы неправильно строим рекламные компании. У нас даже лендинги на сайтах неправильно сделаны. Но сейчас, благодаря Астана Хабу, мы эту ситуацию всю исправляем. Думаю, результаты будут уже. Наверное, из ошибок. Какие-то такие большие ошибки, которые на своем пути не важны с этим стартапом или с предыдущими проектами. Сложный вопрос, конечно. Давайте в рамках моего четкого задания. А, самая первая ошибка у нас была. Когда мы начали рекламную кампанию в Гугле, создали объявление и так далее, она ссылалась на вообще левую страницу. Мы даже это не заметили. Что такое деньги закончить, никто не пришел. Что такое, смотрим, а гугл рапортует, что все нормально, столько докликов, столько переходов. А у нас никого. Так что нужно тщательно проверять все, что мы вводим. А никаких планов по регионам, по охоту? Те же рекламные кампании, вы говорили, где в Гугле? Нет, у нас покрытие весь Казахстан. Мы не сосредоточены в каких-то городах. У нас и в селах предприниматели есть. Вот я недавно беседовал с одним нашим клиентом. он в каком-то селе занимается кормами. Кормы для скотины продает. У него есть штаты из 7-8 человек работников, а ему 70 лет. И он сидит и пользуется сам. Сам никому не передоверил, никому не делегировал, что на виде учет. Он сам сидит, идет. Мне все понятно. Ваш совет для тех, кто не может вырваться со скучной работой, которая не может идти до 6-ти, условно, который не может... Ну, тут, видите, я понял вопрос. Тут я не могу подсказать предпринимателю. Он как бы по духу должен быть предпринимателем. Предпринимателем, так сказать, насильно не станешь. Либо ты хочешь быть предпринимателем, либо тебе комфортно работать. Мы для себя определили, что мы предприниматели, которые помогают другим предпринимателям. Мы несем, так сказать, любовь, что ли, ко всем предпринимателям. Мы заботимся о них. Мы показываем, как делать, как не делать. Мы всех предупреждаем о налоговых изменениях, когда нужно оплатить налоги, когда нужно сдать декларацию. У нас такая больше просветительская и забота о наших клиентах. Но если уже человек решил стать предпринимателем, то нужно пробовать, нужно генерировать гипотезы и проверять их. Спасибо большое за встречу. Я думаю, будет полезная информация для многих начинающих стартаперов. Желаем удачи в развитии вашему стартапу. Спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok